приветствую друзья и как и обещала сегодня мы будем обнулять наш тренажер точнее будем прокачивать сингулярность и начнем заново да может быть что-то новое даже откроется уже сегодня ну потому что я немного застряла видите у меня не особо накапливается что-то и возможно перезапуск сингулярности мне поможет так что нажимаем окончание моделирования да я хочу собрать 70 с половиной тысяч метабит и добро пожаловать заполненная камера времени фоновая пропускная способность на 10 процентов эффективнее я как всегда не понимаю что это за характеристики но видимо они мне как-то помогут и тут уже начинается от 30 тысяч до господи у меня всего-то 70 что за цены у вас четырехмерный шахматный алгоритм скорость моделирования сто процентов эффективнее отлично это мне очень нравится 3d микрочип скорость моделирования еще на сто процентов эффективнее ну прямо у меня сейчас должно пойти все как по маслу просто я надеюсь динозавр у меня откроется наконец графическая карта гиперреальности скорость моделирования снова на сто процентов а нет подождите все еще 3d микрочип скорость моделирования все еще да на сто процентов эффективнее 3 миллиона 3 да ладно 3 миллиона офигеть и метеоритные транзисторы 50 тысяч очень дорого давайте посмотрим что здесь супер нейроны клики идеи доходы на 10 больше на клик ну окей хотя я кликаю не так уж много скорость бионической реакции клик энтропии доходы на 1 процент вашего бездействия энтропии в секунду вот есть бездействие мне нравится следующий уровень мышли так мы подбираемся надо выбрать что мне нужно следующий уровень мышления клик идеи доходы плюс 2 процента вашего бездействия идей в секунду нет мне вот эта ветка не очень нравится пока что она какая-то стремная не очень много дает ну тогда я открою метеоритные транзисторы скорость моделирования на сто процентов эффективнее а подождите у меня еще есть интерфейс альтернативной реальности фоновая пропускная способность на десять процентов эффективнее вот что это значит это значит то что у меня в отсутствие мое больше будет накапливаться ресурсов или что это ты не знаю что мне взять альтернативную реальность или транзисторы ну давайте транзисторы возьму тут скорее всего сейчас опять 50 тысяч а то и 100 станет следующее улучшение на что мне точно не хватит так что возьму лучше транзисторы и собственно все тут уже по миллионам дальше пошло просто невероятные какие-то цифры я надеюсь что у меня сейчас добыча пойдет в такой же прогрессии и здесь у меня больше ничего ничего не появилось что ж ничего же не появилась какая-то глубина глубина никаких динозавров здесь не запряталась вроде бы нет ну окей давайте начнем перезагрузить вселенную готовы ли вы перезапустить моделирование а что мне делать конечно да и у нас снова кусок распалил раскаленной лавы а нужно же покликать сколько-то так отлично у меня там уже какие-то что-то какие-то доходы точнее не доходы что-то уже появилось для открытия мне подсказывают правом нижнем углу планета земля открываем это все тоже самое у нас уже такое было первичный бульон кнопки со стрелок кнопки а это всегда так было или это у них новое улучшение непонятно но это не столь важно навигации и на луну мне хватит аминокислота о что-то там уже появилась уже пассивный доход пошел отлично каждая жизнь которая вы покупаете зарабатывает больше фонового производства энтропии а а вот этого вроде бы не было раньше раньше а нет энтропия все верно у меня сингулярность в голове я хотела сказать о круто у меня теперь сингулярность будет добавляться от всего что я делаю но не тут то было так нуклеотиды тоже нужны мне плазматическую мембрану конечно же надо но мне кажется все что уже было и рынка мне нужно паракариотическая клетка естественно куда же без нее бактерии митоз это было уже так давно что мне кажется что этого всего не было но это вряд ли это не может быть такое стопудового эта игра сохраняется фоновом режиме да я все еще помню а у меня тут уже прям сотни тысяч идут добычу на самом деле быстрее мне кажется прям все производится да да ежедневная мутация цветоплазма ткань подача фильтра бесполовое размножение да это точно было половое размножение сейчас там будет так где мой динозавр вот он все еще во тьме какой то но неужели не в этой жизни тоже один становится многим появляется первый многоклеточный организм прекрасно у меня уже тут миллион энтропии очень хорошо меня прям не может радовать плавание радиальная симметрия плоский червь книдоцит одно из первых органических видов оружия эта клетка взрывообразно выстреливает токсичным гарпуном для самозащиты и захвата добычи мне кажется такого не было в прошлый раз как-то жизнь становится агрессивнее с каждым перезапуском мне кажется позвоночник был кокон был сейчас тут дальше будет какая-нибудь по моему тут будет этот уже яйцо и от или чуть чуть выше яйцо будет нервные волокна точно были сердце было пигментное пятно точно было легкие были челюсти были рыбное яйцо а вот рыбное яйцо было разве автономной системы жизнеобеспечения в мокрой среде как-то странно выглядит она так тетрапот тетрапот точно был так вот скорлупа появилась да ладно не хватает ох зато на крошке кроликов хватает на них всегда хватает так мозг млекопитающего откроем четвероногость откроем примат зубы млекопитающих все это было матка это тоже было уже так но вот от скорлупы у меня тоже прошу раз открывалась я надеюсь что хоть с этого перезапуску ну почему он во тьме тогда но мне кажется уже чуть-чуть освещение он стал чем раньше мне кажется раньше он больше во тьме был наверное я приближаюсь динозавру ну мне хочется думать что я приближаюсь к нему так много ходьба мой друг австрова петек противостоящий большой палец тоже все это не не хватает денег первая идея отлично у меня появляются идеи абстрактное мышление каменные инструменты и каменный век добро пожаловать и все пошли идеи сами по себе рождаться неконтролируемое рождение идей прям сигно синдром тур это так кого тут побольше сделать то то на кого хватит того и сделаем наверное с добычу побыстрее чтобы пошла так ну поехали охота огонь передовые каменные инструменты приготовление еды большая охота захоронение нет все было речь речь-то тоже было ловля рыбы да вроде бы пещерная живопись по моему да одежда да да точно да потому что скульптуры эти я помню красители бусы печь религия естественно все хорошо все идет значит как как и шло как надо выносливость тоже была дополнительная мощность мозга тоже была человек промоходящий добро пожаловать фотографии что ли изменили мне кажется какой-то он другой сложные эмоции и человека сложные эмоции были благодаря возможностям высшей мысли эмпатии и комплексному решению проблем этот мозг наиболее близок к нашему наверно был неандерталец был человеческий мозг тоже был и неолит сельское хозяйство керамика ткачество колесом город да вроде бы то что начиналось как небольшие фермерские сообщества выросла за пределы простых деревень образовались первые города переручение животных добыча руды под землей хранится много ценных ресурсов давайте начнем строить шахты чтобы получить доступ ко всему этому богатству наверное тоже было возможно я даже шутила что-то по этому поводу шестерни ранее механическое улучшение шестерни совмещает несколько взаимосцепленных колес чтобы сделать наши машины и инструменты более мощными чем когда-либо прежде металлургия письменность стакан плуг приручение лошадей удобрения наша культура нуждается в питании а удобренная почта обеспечивает более высокую урожайность колесница алкоголь точно да было бронзовый век интересно я сегодня для синагулярности дойду или нет я думаю что да пока резво идет бронза арифметика бумага нуль железо гвоздь штыреобразный объект из металла гвозди используются для быстрого скрепления материалов революция в деревообработке и столярных работах позволяя нам создавать более прочные конструкции наверно тоже было алфавит увеличительная линза дабла железный век там полно всего надо будет еще железные инструменты конечно же алгебра правительство военные порох телескоп санитария чеканка монет очки были точно огнестрельное оружие бум самое ранее известное химическое взрывчатое вещество порох было изобретено в китае в девятом веке и позволяет нам разрабатывать фейерверки взрывные порошки и пушки не уверена что было но скорее всего да что тут динозавры еще ничего не идет так потовые железы вот они молочные железы молочные железы и все полипептиды ферменты ферменты хромосомы репликация днк жгутик что это за жгутик хвостоподобный придаток который выступает из тела клетки и позволяет ей быть подвижной не помню рибосомы рибосомы вроде бы да хлоропласты обнаруженные в растительных клетках хлоропласты содержат хлорофилл и является местом проведения процесса фотосинтеза вот не помню фагоцитарная клетка фагоциты это клетки которые способны поглощать другие клетки или вредные инородные частицы и необходимы для выработки иммунитета мне кажется что этого уже не было всего гермафродитизм был полип медуза вроде бы был биолюминесцентная медуза тоже так ребра у рыбы были хищничество плоский червь господи биологическое взаимодействие при котором одно животное становится агрессором или хищником и ест другое животное добычу даже червь стал хищником уже в этой вселенной кошмар какой то открытие экскреции развитие конкретной дыры а это было это было водостойкий эпидермис тетрапот на 50% эффективнее весы и тщательно водопроницаемая кожа помогает рептилиям ходить по суше освобождая их от постоянной угрозы обезвоживания от которой страдают земноводные кораллы были вот устья поскольку губки получают питательные вещества пропуская воду через них они также нуждаются в способе вычистить то что осталось а нет а скулы это отверстие через которое это сточная вода выходит из губки когда она закончила кормление это было вроде просто возможно называлась по-другому так ну паруса были микроскоп был ветрогенератор тоже был организованная религия была феодализм был бумажные деньги были огненное копье было фейерверк был пушка была а вот подвижный шрифт с подвижным набором символов мы сократили задачу печати до самых основных частей письменного языка отдельные символы теперь могут быть повторно использованы и перераспределены чтобы сформировать все что мы хотим от отдельных слов до полных страниц мы приближаемся к эпохе публикации не уверена что было но ладно так ухо тетраподу дадим глаз рыбе дадим вулкан вот этого точно не было углекислый газ который выделяли вулканы нагревал землю и был основным катализатором создания земли аминокислота на 300 процентов эффективнее я запомнила а хотя нет подождите озоновый слой вроде бы был уже слой в стратосфере земли защищающий планету от ультрафиолетового излучения аминокислота аминокислота идеи могут распространяться еще быстрее и дальше век открытий травлечение было вроде бы банковское дело каравелла астролябия да была галеон был магнитный компас вроде бы секстант точно был мушкет был наверняка научная революция винтовка так биология да была паровой двигатель был пастеризация была исчисления да оптика да три закона движений да локомотивы тоже закон гравитации и индустриальная революция пошла состав света да был лампочка молния ткацкий станок азбука морзе завод радио механический ткацкий станок ладно телефон не нужно писать письма теперь мы можем позвонить нашим друзьям семье коллегам и врагам и поговорить с ними напрямую независимо от того находятся они близко или далеко от нас да это было перфокарта тоже была фонограф был наверное химия морфий общая анестезия точно была молекулярная биология наверное ох мне уже не хватает ничего себе наверное это знак фотография тоже была немое кино было наверное это знак что нужно побольше наделать приносящих доход вещей не не это не ничего не не Так, ну что тут у нас? Поехали дальше. Молекулярная биология. Телевидение было. Современная наука. Монументальное открытие 19 и 20 веков. Проложили путь для развития науки быстрее и более впечатляющий, чем в любой другой период истории. Транзисторы были. Пластик тоже был, будь он не ладен. Жидкое топливо. Да, тоже было. Спасательный парашют. Да, это все идет в космос. К оружию и космосу. Компьютер, робототехника, атомная энергия, информационный век, геном карты, спутник, космическая гонка. Да, было. Компьютерный чип, компьютерный терминал был, и домашний ПК, и видеоигры. Аполло-11 было, Арпанет был, графический интерфейс, интернет, CD-ROM, игровой движок и эмерджентный век, наконец-таки. Миссия Луны. Хранилище ДНК, дроны, космический шаттл, космическая станция, лунная база и марсоход. Добро пожаловать в колонизаторский век. Так, поисковая система, которая все еще называется движком, электронная почта и сотовые телефоны. Криптовалюта, 3D-печать, процессы, с помощью которых материал объединяется в твердую форму под управлением компьютера для создания трехмерного объекта. Ну, не помню я до этого, возможно, она была. Смартфон, машинное обучение, виртуальная реальность, биотехнологии, искусственный интеллект. Мы близки к сингулярности. Беспилотный автомобиль, загрузка разума, человекоподобный робот, самосборка и сингулярность. Отлично. Все, теперь у меня будет сингулярность добываться. Ага, на робота пока не хватает. Олимп Монс, это гора. Ну, вулкан, точнее, да, было. Ну, и все, прям. Снова строим вещи, приносящие доход. О, киберк открылся. Он где-то там внизу. Вот он, да. И селекция здесь есть. Искусственные органы. Протезирование. Так, нейронный интерфейс. Не, на такое мне не хватит. Картирования генома хватает мне. Клонирование людей. Так, я близка к сверхчеловеку. Вот он, сверхчеловек. Но до него еще надо докопить денежек. Шариковые гнездовые суставы. Это тоже было. Эх, динозавр, динозавр. Это все так же далеко от меня. Сплошные разочарования. Интересно, хоть когда-то он вообще будет доступен? Или это просто такое приманочка, чтобы люди старались, старались, играли, играли и в итоге... Так, что тут у меня еще на что хватит? На газету хватит. Была газета нейронный интерфейс. Ну, давайте магнитные исследования. А это не помню. Первые роверы и зонды получают информацию о гравитационных и магнитных полях Марса. Не помню я такого раньше. Межпланетный космический полет. Марсоход 400% эффективнее. Машины были только первым шагом. Следующий этап исследования Марса отправка людей-астронавтов на Красную планету. Описание знакомое, но то, что аж 400% эффективности дает. Не помню я такого. Атмосферные исследования. Ровер измеряет атмосферные условия Марса. Есть горячие температуры и чуждый химический состав, сильно отличающийся от Земли. Так, солнечная энергия. Мы используем энергию Солнца для питания наших марсоходов и других технологий. Грузовые миссии. Нам нужно будет отправить припасы перед нашими первыми пилотируемыми миссиями на Марс. Такие, как строительные материалы и топливо, которые наши астронавты должны будут вернуть домой после завершения миссии. Чтоб все вернули? Ничего там не потеряете? Так, трехслойная кожа у червя вроде уже была, жабры тоже были, шелушение у тетрапода было, неокортекс, что-то знакомое. Часть коры головного мозга, которая контролирует зрение и слух у млекопитающих, давая им эволюционное преимущество над другими животными. Решение проблем у человека было, музыка в каменном веке была, тройболизм было, сердцовый кирпич был, медицина была, геометрия была, кведук был, астрономия была, университет был, освещенные рукописи тоже вроде бы, сталь. Сплав с высокой прочностью на растяжение, который дешев в изготовлении, сталь прочна и долговечна, используется для строительства городов и изготовления оружия. Вроде было что-то такое, колониализм был, турбина была, стандартизированное что-то там, время, да, было, двигатель внутреннего сгорания был, пулемет, не помню. Автоматическое огнестрельное оружие позволяет вам меньше загружать и больше стрелять, бой движется в будущее. Было вроде бы, относительность была, и клонирование тоже было. Мы уже людей клонируем, и снова овечки. Ну, смотрите, уже квадриллионы добываются всего. Неплохо так, неплохо. сингулярность прокачалась-то. О, на андроида хватило. Где он там? Ага, теперь разумный андроид, на которого у меня нет ничего. Ну, ладно. Почему-то не растут очки сингулярности. Почему-то не растут очки сингулярности. Так, тут что-то зимняя спячка была, антибиотики тоже были, и самолетная ракета тоже была. Блин, ну, я надеялась, что у меня будет динозавр уже сейчас. А динозавра как не было, так и нет. Ну, мне кажется, он ближе подошел к освещению. Это, наверное, хороший знак. Но тут нет никаких точечек, которые бы к нему шли. Это знак плохой. Редуцированные хвостовые позвонки. Вроде бы это было уже. Ну, когда у меня пойдет-то вот эта добыча уже метабитов? Я думала, что сингулярность их добывает. Ну, что ж. Я думаю, что на сегодня все. И через какую-то паузу мы посмотрим, сколько у нас тут чего докопится, и что новенького откроется. Так что увидимся через секундочку. Дали мне кубик Дарвиниума. Не хочу я ничего удваивать. Сейчас мы с вами ускоримся. Разумный андроид. Конечно же, да. Человеческая экспедиция. Конечно же, да. Так, и все пока. Так, что там динозавр? Динозавр все так же не досягаем. Какая жалость. Сверхчеловек. Гуманоидный колонист. Вот, я уже дошла. За второй день буквально. Так, киборг. А, киборги уже были. Я подумала, что у меня не было киборга. О-хо-хо. У разумного андроида. Наверное, это все открыто было у меня. Воплощение. Воплощенное человеческое сознание. Посудности самостоятельной модификации. Да, было. Было такое. Внешний вид человека. Возможно, даже мне на внешний вид в прошлый раз не хватило. Улучшенный интеллект. Усиленное телосложение. Это наш сверхчеловек. Увеличенный срок службы. Благодаря новым технологиям и биологическим открытиям. Мы живем дольше, чем когда-либо пользовались наши предки. Да, это было. Экологическая адаптация. Так, тут пошли уже. Ну да, давайте откроем. Генетические модификации. Да. Видообразование гуманоидные колонисты. Да. Автономные беспилотные летательные аппараты тоже были. Цианобактерии. Так, вот этого уже не было. Не помню я такого. Цианобактерии необходимы для адаптации почвы и для жизнеспособного производства продуктов питания, топлива и кислорода. Развивая эти крошечные организмы, мы открыли потенциал для долгосрочной поддержки жизни на Красной планете. Я так понимаю, что это уже фантастика у нас пошла. Хотя, защитные экраны. Человеческая экспедиция на 15% эффективнее, простите. У Марса тонкая атмосфера. Облучение и солнечные вспышки опасны для наших человеческих исследователей. Нам нужна защита в виде щитов, чтобы охранять нас. Марсианская добыча. На Марсе много вулканов, и в результате планета богата соединениями и минералами, такими как медь, железо, никель, свинец, серебро, висмут и многие другие. Так, вон там уже ресурсы добыча пошла, марсианская. Как бы вот эта вот ветка вся новая. Не было такого ничего. Так, хаб слишком дорогой. Редуцированные хвостовые позвонки. Когда приматы становятся двуногими, и им больше не нужны равновесия, их хвостовые позвонки начинают уменьшаться в длине, пока в конце концов они полностью не исчезнут. Это было. И загруженное сознание тоже было. Сингулярность на 50%. И вот сингулярность пошла. Я не обратила внимание, после кого она пошла. После сверхчеловека? Или суперандроида? После разумного андроида, может быть. И, собственно, у нас тут осталось три технологии, доступные на данный момент. Но вот тут в космической ветке очень много всего. И что-то даже крупное есть. Я так понимаю, что надо увеличивать количество всех вот гуманоидных колонистов и всех прочих сверхлюдей. О, какое-то достижение мне дожидали. Мораль. Так, подождите, мораль уже была. Видимо, что-то я дооткрывала. Сейчас досоздавала каких-то особей, которые мне мораль читают. Интересно, что же там за достижение-то мне дали? А, рыбы. Не масштабируется. 250 рыб созданы. Новые рыбьи чешуйки вырастают вместе с рыбой. Из-за этого, как и на деревьях, вы можете определить возраст рыбы по годичным кольцам на их телах. Интересно. Как-то странно. Смотрите, оно не заполняется, а наоборот сначала достигает максимума, а потом уменьшается. Сингулярность моя. Она же должна, наоборот, двигаться. А, это просто такой эффект. Как-то успевает ловить только в такие моменты, видимо. Интересно. Что, сверхчеловек мне не дали за 50 сверхлюдей? Как-то это не честно. Я рассчитывала на награду. Ну и снова ждать. О, еще одна награда. В течение большей части раннего каменного века люди были охотниками-собирателями и жили в кочевых обществах, следуя путям миграции животных и путешествия туда, где находился следующий доступный источник пищи. Бродячий человек, достижения. Вот, кстати, казалось бы, остановиться стоит. Ну, пока я не буду, конечно, дальше открывать. Но мне кажется, что хоть никаких наград не дают, но, может быть, количество вот этих каменных веков, неолитов и всего прочего будет влиять на технологии, на открытие. Поэтому, возможно, не в этой вселенной, но в последующих я буду больше 250 делать. Может быть, там за 500 какие-то есть, открываются. Может, динозавры у меня так откроются как-то. Не знаю даже. Ой, блин, не туда щелкнуло. Хотела неолит создать. 250 неолитов. Медленно, но уверенно 250 рептилий создано. Черепаха Альдабра может жить более 250 лет. Ну, тут сверху уже все открыто у меня. И уже дальше кроликов еще не все. Тут еще 4 или 5 ячеек осталось. 4. 4. 4 чего-то я еще не открыла. О, заэмерджентный век дали мне. 99 люфтбаллон. 100 новых возрастов. Самое раннее использование беспилотного летательного аппарата или беспилотника для боевых действий произошло в 1849 году, когда австрийские войска, удерживавшие Венецию под осадой, напали на город с зажигательными воздушными шарами. Вот так вот. Вот так вот. С shitty. С Ini cust'ю. 11. кого-то. 10. 11. 11. Х!. 20. Я единственный функциональный рублей. О, тут что-то еще добавилось. И это новенькое. Социальные медиа. Эмерджентный век на 100% эффективнее. С возрастом интернета социальные сети могут связывать людей со всего мира в режиме реального времени, создавая новые возможности для массовой коммуникации. Продолжение следует... От сингулярности что-то еще тянется. На сотой сингулярности, наверное, что-то откроется. Технология какая-то. Ну, тут, конечно, в человеческой экспедиции еще. Открывать не дооткрывать. Ну что ж, тогда подкопим ресурсы еще. Открываем. 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 Открываем.